всем привет вы на канале аградвиж сейчас я наконец-то снимаю видео о дальнейшем кормление растений томата ранее обещал что выйдет видео с кормили кормление растений томата с 3 по 5 кисть и видео не было связи с тем что я продолжал кормить по той схеме какой который мне было с первой по третью кисть это связано с тем что при применении шмелей я первый год их применяют для опыления 1 2 3 ну все кисти у меня хорошо опылились 90 процентов точного опыления и завязывания и связи с этим растения сильно загрузилась плодами и соотношение азот к калий один к 16 необходимо было растение для поддержания силы роста и налива плодов а сейчас когда отцвелась и завязалась пятая кисть растению необходимо уже менять соотношением потребление азота калия 1 к 18 или 1 к 19 и сейчас я уже начинаю менять и соотношение азот к калий чтобы картинка была интереснее я буду менять свое расположение по тепличному комплексу давайте разберем нас у меня есть два бака которые заправляют бака и бак б первый бак бака в нем содержится нитрат кальция и нитрат калия плюс 1 литр хелат железа и 1 литр азотной кислоты чтобы все элементы питания оставались в том виде в котором были помещены в бак нитрат кальция у меня теперь будет первым баки баки а 72 килограмма и нитрат калия 22 с половиной килограмма плюс 1 литр хелат железа и 1 литр азотной кислоты бак б я заполняю следующим образом монофосфат калия 17 килограмм сульфат калия 28 килограмм сульфат магния 30 и нитрат калия 20 килограмм 500 грамм плюс в этот бак я добавляю для лучшего сохранения всех элементов питания 3 литра азотной кислоты а если вдруг не получается кормить растения смешивать все элементы питания вместе то есть вариант разделять по дням каждые баки допустим сегодня поливаем бака я сейчас нахожусь теплицы где растет томат теплица площадью 5 соток 1300 растений на эти растения сегодня выливаем бак а и в одной тоне поливной воды мы растворяем растворяем 720 грамм нитрат кальция и 225 грамм нитрат калия плюс грамм 50 хилат железа и выравниваю ph до 586 второй день мы поливаем бак б б б мы вносим на площадь 5 соток поливаем допустим тонну тонну воды тысячу литров и в этой тони воды в тысячи литрах раз растворены такие удобрения монофосфат калия 170 170 грамм сульфат калия 280 грамм сульфат магния 300 грамм и нитрат калия 200 200 5 грамм и опять же нужно создать правильную page раствора 586 все эти граммы растворяем в тоне воды и получаем электропроводность единицы на двойку и опять же чтобы повысить необходимо каждый элемент питания если льем 2 и 5 то поднимаем каждый мне питание написать процентов если опять же пасмурный день нужно тройка или выше то поднимаем там на сто процентов либо на 120 на 150 каждый элемент питания и с таким соотношением таком балансе удобрений элементов питания дальше будем кормить растения томатов с 5 кисти по до последних сборов и еще будет определенные корректировки питания по листу сейчас точка роста пошла в генерацию необходимо будет дать либо карбамида либо нитрата кальция чтобы немножко усилить силу роста в корень уже азота давать селитру мячную нельзя потому что наливается первая кисть чтобы лучше прошел окрас и быстрее получить первую-вторую кисти необходимо менять соотношение с 1 1 6 к 1 к 1 и 9 и получать красивую хорошо налитую хорошо спелую первую-вторую кисть всем спасибо кто смотрел это видео если понравилось если она была полезная вам поставьте палец вверх внизу если нет может дизлайк подписывайтесь на мой канал делитесь этим роликом с друзьями и поставьте колокольчик правом углу экрана если это на телефоне а таких большинство по статистике моего канала 70 процентов зрителей вас смотрит видео через телефон поставьте правом нижнем углу экрана уведомление чтобы не про не пропускать новые мои видеоролики если кто-то не понял какие-то моменты граммы количество название элементов питания либо удобрений спрос спрашивайте внизу под видео в комментариях и спуститься ниже этом под всеми роликами есть и комментарии некоторые могут найти а задавайте и через некоторое время я выпишу вы выпущу новое видео там где буду отвечать на ваши комментарии буду зачитывать от кого этот был комментарий и давать ответ на тот или иной вопросы либо комментировать его и с той точки зрения как я понимаю заданный вопрос всем спасибо всем хороших урожаев до новых видео